МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжелая у них тут работа. Для тех, кто захочет сделать такую рыбу, посоветую купить кокосовый орех сразу натертым. Здесь у нас еще петрушка. Самая обычная петрушка. Что накатывает? Нет. А, нет, ребята. Абсолютно наша кинза. Просто она выглядит немножко по-другому. А я чувствую, что-то на запах-то. На петрушку не похоже. Кинза. Окей. Кипяточек. Так. Добавляем в эту воду сок ореха. Ага. Теперь сам орех. Одно-две минутки, это должно покипеть. Рыбка обжарилась. Рыбка обжарилась. Второй раз. Переворачиваем ее. Есть вот в этом пламени что-то африканское. Что-то даже я бы сказал людоедское. Рыбка обжарилась. Рыбка обжарилась. Рыбка обжарилась. Соус, основа соуса сварилась. Пошел запах. Так. Теперь он его, как я понимаю, процеживает. Используется только выжимка. Ага. Некоторые используют и гущу, но он обходится без нее. Видимо, так попикантнее получается. Теперь рыба перекладывается, как я понимаю, в духовку. Кладется на противень. Наводится красота. Еще разочек маслом. Десять минут она должна поставить в духовке. Это будет гарнир. Я-то думаю, что гарнир каждый может сделать на свое усмотрение. Ну, посмотрим, что предлагает Вальтер. Вот она все время крутит, и она становится довольно густой. Не дает ей пригореть. Это очень известный милен в Кении. Вальтер говорит, что это очень популярная еда в Кении. Ох, у нас в Африке жарко. Когда готово, поставь ее на сайте. Да. Так, гарнирчик готов. Теперь кокосовый соус. Берем сливочное масло. Немножко. Лук. Уже порезанный, слава богу, не пришлось. Ну, как обжаривать лучок, я вам уже много раз показываю. Еще чуть-чуть, нет? Кинза. Берем сливочное масло. В русском языке это кинза. Кинза. Да. Берем сухой томат. Я так понимаю, что можно заменить томат пастой вполне. Вот это соль. Соль. Немножко сахара. Поконит. Свет. Да. А что такое ароматическое. Видимо, на вкус любого, на вкус каждого. Что-то вроде карри. Теперь наливаем туда наши отжимки. Опа. Ох, у нас в Африке и жарко. Чтобы соус был не таким жидким, Вальтер предлагает добавить туда муки. Кукурузной же муки. Хотя я думаю, что мука может быть любая. Муку он развел водой. Я даже думал, что это не мука, а кукурузный крахмал. Вот так понемножку он его вливает. И соус густеет на глазах. Но жарко. Да. Так. Шпинатик у нас уже порубан и сварен в соленой водичке. Теперь мы его немножко обжарим с маслом. Еще одна сковородочка. Опять сливочное масло. Сливочное масло. Опять лучок. Окружают. Лучок пассируется пару минут. Потом шпинат. Добавим ароматов. Соли. Ага, сметанка пошла. Немножко сметаны. Это по-нашему. Это тоже вкусно. Да, конечно. Соли готовы? Да. И мы ждем на миску. Да, готово. Парень. Парень, между прочим, ни много, ни мало чистит помидор. Это дело непростое, но очень достойное, потому что помидор до без шкурки. Это вкусно. Симон, в зале. Опа. Кашка. Шпинатик. Так. Ах я болван. Я думал, он помидор чистит, чтобы саму помидорину без шкурки нам предложить. Оказывается, все наоборот. Он розочку сделал. Тоже, в общем, красиво. Лимон с хвостом. Опа. А ничего, да? И поливаем нашим соусом. О, о, мой Бог. И он готов? Да. Готово, чтобы ехать. Валтер, я хочу вам очень благодарить. Спасибо. Теперь вы участник нашего популярного кухнического программа. Это называется СМАК. 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 Придется теперь, к сожалению, дождаться вечера, потому что в такую жару есть совершенно невозможно. Я поблагодарил от вашего имени Валтера. Скоро увидимся. Джамбо, ребята. Смак. 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 Субтитры подогнал «Симон»